Друзья, всем привет! Доброе утро, но дождливое, мокрое. Похоже, у нас дождь зарядил на весь день. Как-то вот так будем жить вместе. Сейчас помою посуду, то, что нельзя в посудомоечной, мою винтажную. И побежим с Сашей в школу. Обожаю вот эту чашку от Лимоши. Она такая объемная, красивая. И ищу блюдцы. Не знаю, когда-то найду или нет, потому что таких я уже не встречала. И еще уже красота просто. Ну и, конечно, моя новая любовь. Это вот эта, которая многим понравилась. Она невероятная. Необычная. Таких тоже, наверное, уже и не встретишь. Можно, конечно, найти, но редкость, чтобы вот так. Нужно заменить букет. Сейчас как раз после дождика все будет цвести и пахнуть. Всем отличного дня и хорошего настроения. Наряд дня. Вот такие у меня расслабленные джинсы новые от Дейзель. И шелковая рубашка. Сейчас поближе покажу вам ее. Красивая. Это ручная работа. Вот такая она интересная. Я понимаю, что джинсы с разрезами, с потертостями не для всех. Но сейчас это мода. И я люблю иногда почувствовать себя, так сказать, джонс. Молодой. В общем, ну я и так молодая. Мы собираемся. Кроссовки Тренч. Джинсы. И в школу. За окном все еще дождь. Но я люблю дождь. Симфонию дождя. Очень часто пишу по этому поводу в Инстаграме. Так что присоединяйтесь. Мой Инстаграм. Светлана Франц. Ссылка всегда в инфобоксе. Французы, они не боятся даже дождя, плохой погоды. Они всегда бегом, на ходу, гуляют и так далее. Но это вполне нормально, потому что нужно везти, нужно жить, везти детей в школу, бежать на работу. Зончик, тренч. И вы готовы. Возле школы мы приходим пораньше, чтобы поговорить, пообсуждать с людьми, которые не знают француженка. Это француженка, бабушка, подруги Саши. И, конечно же, просто подождать, углотнуть свежего воздуха перед школой. А потом я пошла в магазин. В магазине выключила звук, потому что не могла снимать, кричит музыка. И YouTube меня бы заблокировал. Мне нужно было купить кое-какие чистящие продукты. Выбор просто огромный. Это Carrefour Market. Но я искала что-то натуральное, не агрессивное, поэтому пришлось посмотреть ингредиенты и выбрать то, что мне нравится. Мне нравится вот эта марка, зеленое дерево. Она, наверное, самая такая чудящая. И потом мне нужен был сухой шампунь. Я всегда покупаю Батист, такую оригинальную версию, самую простую. В общем, купила. Люблю ходить по полкам, смотреть, что новенького. И, к счастью, появляется все больше органики, био, без лактозных продуктов. Нет, у меня это не дань моде. Просто я на самом деле рассказывала уже. Я сделала такой выбор по здоровью. И здоровье мне говорит спасибо. Кто не смотрел это видео, посмотрите. Но на самом деле, вот лактоза, глютен и так далее, конечно, сейчас многие исключают из рациона, потому что это модно. Но есть те люди, такие как я, которым это помогает и просто облегчает жизнь. Нашла новый продукт без глютена. Это такая вот гранула на утро. Очень много марок французских, молодых, и это радует. Я взяла и взяла также молоко без сахара. Я беру миндальное. Это было, по-моему, овсяное. Вообще, выбор очень большой, как я уже сказала, и все развивается. Поставки, мне кажется, прикатились. Меньше поставляют из Китая и так далее. Поэтому французы стали развивать свое производство. И, как говорят, нет худа без добра. Все радует. Конечно, продукты дорогие, но лучше заплатить за качество, за французское, то есть за свое локальное, чем платить за что-то другое. Здесь, конечно, можно найти в Carrefour Market. Он дороже, чем Carrefour. И витамины, и различные добавки. Я люблю просто посмотреть, как я уже сказала, почитать, узнать. Если вам такие видео, обзоры из супермаркетов нравятся, но, скорее всего, я буду накладывать голос, как сейчас, поэтому, может быть, разница звука, то напишите мне, потому что в магазинах иногда запрещают снимать, иногда очень громко кричит музыка с авторскими правами, поэтому нет возможности снимать. Увидела мелатонин, очень классная вещь для того, чтобы хорошо провести ночь, засыпать. И Саша любит мармелад. Ну, мармелад без сахара я ему покупаю. Этот был с сахаром, по-моему. И потом я пошла на рынок. У нас открыт рынок. Сегодня пятница. И книжки посмотрю. И зашла, конечно же, на книжную полку. Смотрите, какая классная новая информация. Тысяча инфоб. Сюрли занямо. Сто разных фактов про животных. Про всех. Вау. Саша будет доволен. Крутая книжка. И потом я зашла на развалы. Дома покажу вам то, что нашла. Я вернулась. Буду сейчас вам показывать много красоты. И вот такой французский лучок, как я его называю. Наряд. Обожаю тренчи. Обожаю дождь за то, что... Я вообще люблю дождь, но за то, что можно носить тренч-код, это классно. Вот такой у меня шикарный. Вообще у меня огромная коллекция. Я буду по мере того, как ношу, вам обязательно показывать. Классная марка. Сразу скажу, что я очень многие, 80-90% своего гардероба покупаю или в комиссионках, в эмаюсах, на развалах, ну и совсем чуть-чуть в таких стационарных магазинах. Поэтому оставить ссылки не могу, но марками буду делиться. Вот как марка этого тренча, это 1, 2, 3. Очень известная дом Мизон 1, 2, 3 в Париж. Классная. Она не бюджетная, но очень качественная. И вот такой тренч, он совсем светлый. Я его купила, он прям не белый, но такой молочный. Классика. Но так как я взяла 42-й французский, он не маленький. Обычно я где-то 40, да, по французским меркам. А этот вот он 42, и поэтому он сейчас вот как раз по плечам он хорошо, а так он не в обтяжку. Вот. Я всегда беру размер больше из-за груди. Платье вы уже видели. Классное платье, оно прижилось на моем манекене. Я надеюсь, что когда-то, возможно, я смогу его надеть. Кто знает. Это Бальзак Париж, известная марка. Колье и брошки. Вот такие сатуары. Это Винтаж Бай Светлана, мой бутик. И обувь. Это новые кроссовочки, которые мне подарили на день мамы. Саша подарил. Пума. Вот. Получается вот такой классный, как я люблю, образ. Платье яркое, в цветочек можно более длинное. Кроссовки и тренч. И какое-нибудь классное колье или серьги, кольца. Что думаете, напишите. Хотела показать вам, что нашла, но мне нужно съездить, забрать один заказ. Поэтому, поэтому, не знаю, где вам поснимаем. Видите, у нас какие тучи. Прямо сегодня то солнце, то тучи. Мы приехали в Ресурсерии. Это Муржрум. Тех, кого интересует адрес, то обязательно спросите в комментариях, я отвечу. Это такая комиссионка, комиссионный магазин, где люди просто привозят и отдают, дают свои вещи. Она не работает каждый день. Есть определенные дни, часы работы, нужно узнать на сайте. И туда нужно приезжать очень часто, чтобы найти лепепепит, как говорят французы. Самую смачную, изюм по-русски. То есть там продают и мебель, и фарфор, и одежду, различную посуду, в общем, книги. И можно найти просто шикарные вещи. Вот посмотрите, какая ваза. Просто невероятная. Почему я ее не купила? Вот сейчас смотрю и думаю, нужно будет вернуться. Но, к сожалению, когда мы возвращаемся в таких магазинах, 100%, но не 190%, что этой вещи уже не будет. Поэтому нужно решать здесь сразу и попросить, чтобы ее отложили просто-напросто на кассу. Подумать и потом решить. Люди, французы, очень любят такие комиссионки. Просто они с детства воспитаны покупать в комиссионных магазинах, на блошинных рынках, на развалах и так далее. Когда можно сэкономить, почему француз будет тратить? То есть у них вот такая философия. Я не говорю сегодня обо всех, но многие. Именно французы научили меня и многих, многих девушек, женщин, приехавших из постсоветского пространства, из России, Украины, любить блошинные рынки и на самом деле выискивать сокровища за копейки. Поэтому, если вы будете во Франции, то обязательно напишите мне, и мы с вами туда съездим. Я уверена, что вы найдете много всего интересного, полезного за копейки. Завтра к нам придут гости, муж все чистит каршером. А мы с вами пойдем. Мы приехали и выпьем с вами аперитива. Пятница можно. Раз в недельку. Вот столько вина. На здоровье! Что я хочу сказать? Дела я вас с собой и покажу сейчас. Мало совсем, а уже тогда в следующем видео сделаю полный обзор, потому что сумок очень много, посуды очень много, и вот там много, и мне все это нужно разобрать. Муж мне купил стеллажи, все это хорошо устроить. гараж обязательно покажу, потому что то, что продается, я постепенно ну, просто-напросто нужно куда-то же складывать сток. Вот. Короче, сейчас покажу кое-что. К нам завтра придут друзья, детки. Решили устроить барбекюмы. Мы к ним уже ходили, вы их знаете, видели. И сейчас заменю букеты везде. В общем, не хватает рук на все. Столько дел и всего две руки. Ну, нет, конечно, две руки у мужа, две руки у бабушки, и Саша помогает, и тетя, конечно же. Смотрите, вот такие попались мне две брошки. Такая милота. Смотрите, какой... Кто это? Напишите мне. Со стразами Сваровски. Брошь была винтажная, потому что женщина продавала все еще во франках. Даже цены были. Она новая. Цена была во франках. Вот. Классная брошь. И вот такая из ее коллекции. Это черепашка. Знаю, что многие они коллекционируют черепаху. Здесь такие большие кристаллы. Черные эмали, черные кристаллики. Такая черепашка. Также купила у нее два... Я уже у нее покупала. У нее покупала две косметички. Это твит Шанель. Видите, вот такие. Когда отсылаю, то делаю подарки. И много платков классных ручной работы. просто шикарных. Не много, а четыре. Вот. Обязательно вам покажу, сделаю обзор. И заглядывайте в мой бутик. Вот. Прежде чем закончить видео и все, разобрать все сумки, я хочу поблагодарить вас за участие, за ваши комментарии, за ваши просмотры, за ваши лайки, за подписку. И я делаю это видео, вообще веду мой канал от души. Делюсь с вами тем, что мне по душе. Сегодня мне повезло. До того, как я стала заниматься фарфором, винтажными вещами, посудой, я честно сказать, как, наверное, и многие, не разбиралась в марках, в мануфактурах. В мануфактурах. Сейчас, благодаря книгам, благодаря вам, благодаря насмотренности ютюбу, я начинаю узнавать мануфактуры. И когда, я думаю, что специалисты сейчас уже узнали эту марку, вроде как милая, симпатичная вазочка, да, вот с таким красневым рисунком. Вот. Называлась эта ваза по-французски бисквит, бисквитная, вот, очень прозрачная на свет, видите, она просвечивает. И это мне повезло. Сейчас специалисты узнают. Это Kaiser мануфактура известная. Вот. Очень ценится, очень ценные, красивые вещи. И в моей коллекции вот это первая вещь вот этой мануфактуры. вазочка очень милая, красивая, рельефная. И думаю, что будет шикарно смотреться с букетом небольших полевых цветов. Вот. На этом я буду заканчивать. Обязательно сделаю вас в обзор. Я желаю вам всем приятных выходных. Завтра придут друзья, постараюсь поснимать. И всем желаю здоровья, самое главное гармонии. Подписывайтесь на мой инстаграмм. Сегодня мы там обсуждали тему очень интересную тему перфекционизма. И думаю, что будет интересно поучаствовать. И хочу еще также сделать видео про моих любимых блогеров. Про каналы, которые я смотрю, которые меня вдохновляют и так далее вообще. То, что успеваю. В общем, напишите, будет вам интересно или нет. Всем пока-пока. Ваша Светлана Франция.